Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают из одной игровой механики в другую, т.е. четких грани между ними нет, но те, которые мы будем разбирать, они будут довольно понятны. Смотрите, что такое игровая механика. Игровая механика — это сценарий, который предлагается пользователям с целью их изучения. Такая понятная механика как достижение. Когда вы пользователю показываете, чего он достиг, тем самым мотивируете его дальше что-то делать. Это примерно собрано исключительно на моем личном интересе. Есть такие версии, называются ViceSinks. Каждый день ты на них взвешиваешься, и появляется такая динамика в приложении. Ну, т.е. она может быть абсолютно обратной, и это не моя динамика. Это приложение каждый день отслеживает мои шаги. Ходил я, бегал, забирался я куда-то на горы, ну, условно, конечно, на горы. На какие-то высоты небольшие, в виде ступени. И они мне высылают при славе периодически какие-то пейджики. Потому что я прошел какое-то расстояние, которое равно по площади, или в какой-то стране, какому-то городу. Тем самым мотивирует меня на новые достижения. Я хочу проходить больше, больше, больше. Так выглядит мой профиль. Это довольно красивый мотивирует. Здесь есть сопроводительный текст. Я его не буду читать. Он для некоторого понимания. Презентация потом поделивается. Механика с назначенным временем. Смотрите, все игровые механики, которые я привожу к примеру, они, конечно же, используются и в играх. Но эти механики можно использовать и в приложениях, и на сайтах, и в любых активных действиях. Ну, т.е. даже в офлайне, в любом бизнесе. Механики с назначенным временем. Все понятные изнования, на самом деле. Мы говорим определенное время, когда что-то происходит в нашем продукте, в игре или в приложении. Мы знаем, что у нас каждый день в игре появляется что-то новое. Что мы можем что-то сделать. Или мы что-то обязаны делать. В данном случае рассматривается пример фермы. Все, наверное, знают какую ферму. Я сам их не играл, но даже я про нее знаю. Т.е. есть какие-то события, которые заставляют нас в определенное время возвращаться. Вообще во всех пикерах есть такой показатель. Day-one retention. Это когда на второй день после регистрации пользователя всякими усилиями нужно затащить обратно. Т.е. у них нет больше никакой цели, кроме как затащить вас на следующий день обратно. Все бизнесы построены вокруг этого. Различные уведомления, поощрения, ухищения, различные призы, иконы. Все, что они могут предложить, они делают с одной целью, чтобы вывернуть второй день в эту игру. Это очень простая и понятная модель, но она действительно работает, иначе игр этого бы не делали. Испекаем. Извините, пожалуйста, а многие из вас когда-нибудь столкнулись с этой игрушей, которая на фриншоте? Довольно много. Смотрите, вот какая игра, механика для вас понятная, она очень простая. Для тех, кто не играл, я вам скажу. Ее придумал, так скажем, для меня маленький мальчик из Вьетнама. Механика простая, как вы видите, графика самая простая. Просто, да не, это простая. И всегда играет. В общем, что здесь нужно делать? Когда запускается игра, начинает лететь рыбка, как это странно звучало. И нажатием клавиши на экран вы помогаете этой рыбке взлететь. То есть, это все 10 первых игр, которые вы можете лететь. Но тем самым, есть задача, избегать вот эту пробку. То есть, это настолько абсурдно, то, что я вам говорю. Смотрите, в этой игры 50 миллионов скачивают. Каждый день около 10 миллионов пользователей в нее играют. По некоторым подсчетам, которые здесь приведены, они зарабатывают 42 тысячи долларов в день. Вернее, не они, а вот этот мальчик из Вьетнама. И вся игра построена на принципе избегания, избегания ударов с кругами. То есть, если разобрать самому механику, все это нельзя просто. Хотя, казалось бы, графика ничем не привлекательная. Механика абсолютно простая. Но вот этот принцип имминификации избегания позволяет строить такие бизнесы ради ночи. Это вам так говорят, а не всем так говорят. Я думаю, мальчик, который из Вьетнама придумал игру, он даже не знает, что такое «Марио». Я к тому, что это придуман игру. А вы знаете игру такую, как «Волк ловит яйца»? Да. Да. Что происходит, когда «Волк ловит яйца»? Да. Ну, тебе показывают. Да, да. Мне говорили, «Конфеты принесут». В общем, это хороший мифр, да. Но там, я не знаю, там происходит или что. «Волк ловит яйца»? В общем, у вас такие кейсы, их будет несколько, но они действительно позволяют понять, насколько крута каждая механика может быть в целях ажидаций. А вот моя любимая тема сейчас будет. Как я уже говорил, я работаю в издании «Максим». Основной из моих работ является сайт «Максима». В общем, не работа, а работа в целом. Смотрите, тема развивается поведенческих контрактов. Я просто разговариваю кракса про предысторию. Когда я пришел на эту работу в 2012 году, у меня пригласили. Мне сказали, президент компании «Виктор Николаев Шкулев», сказал, «Для них это значит, какой бренд «Максима». Для меня это, как для любого молодого человека, наверное, был очень понятный и интересный бренд. Я говорю, конечно, знаю». Он говорит, «Давай ты его заберешь и сделаешь с ним то же самое, что делал со своим проектом, который поролок». В общем, я начал веселиться с тех пор. Смотрите, поведенческий контраст. Здесь имеется в виду, что когда пользователь что-то делает, соответственно, он видит реакцию на свои события. Слева есть страница, на которой вы видите много различных тем. История заключается в чем? Вот под этими маленькими прямоугольными плитками скрыта очень большая тема на целую презентацию. И если захотите, будет время сегодня, я вам в более спокойной и свободной форме расскажу. В общем, на самом деле, это не так все просто. Здесь эти плитки, у них есть интересы, у них есть тема, у них есть поведение пользователей. Мы запоминаем каждого пользователя, кто зашел на сайт. Что он нажимал, сколько страниц он проводил по времени, проводил на какой странице. И все это выстраивает как раз поведенческий контраст. Каждый пользователь видит эту главную страницу по-новому. Вот такой механизм сайта мы запустили летом прошлого года. К нам начали приходить пользователи на сайт и не понимают, как взаимодействовать, что делать. Есть абсолютно разные поведенческие характеристики или варианты поведения. Приходят пользователи и смотрят, есть плитки с девушками слева. То есть там одна такая плитка. Есть такой вид пользователей, которой я не ожидал, что это будет. Они начинают по ней нажимать, по таким плиткам, чтобы они исчезли. То есть они обмакают главную страницу, смотрят опять девушки, опять заходят на эти страницы и думают, что они все исчезли. Они с вами прочитаны как в почве. Что же получается у меня в алгоритме? У меня в алгоритме таких девушек становится больше. Видите, справа. И когда мы запустили этот проект, у меня некоторые коллеги ходили и жаловались на меня. Моим другим коллегам из высшитающего уголовника говорили, смотрите, что вы сайт отпустите одни девушки. В общем, тот, кто ходил и жаловался на меня, только у него был такой факт. Все остальные открывали свою версию сайта. У них был нормальный, уравновешенный, так скажем, среднестатистический сайт. В общем, это как раз открывается тема поведенческого контракта, что она реагирует на поведение пользователей. И видите, весь отличие в том, что я вам показываю в примере от какого-нибудь игрушки. Например, на примере работающего сайт. Поведенческий импульс. Здесь все довольно просто. Когда человек начинает играть во что-то простое, элементарное, ему это нравится. Он ждет какого-то результата и делает это просто потому, что ему комфортно, ему удобно. Вот предыдущий, например, слайд ребёнок, где просто нажимаешь на кличку, а рыбку, вернее, она летит. Люди привыкали это делать и нажимали, 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 нажимали. Поэтому было это сложно. Все игровые автоматы построены по этому принципу. Вообще, в игровых автоматах, если вы знаете, как они устроены, там есть минимальное количество комбинаций, то есть максимальная простота, чтобы пользователю не... Чтобы неставлять пользователей думать, что должно быть, что нужно нажать. Там есть путанный механизм, который хотят получить больше денег, коэффициент, ставок. Но у нас они механики недовольно простые. Там и считают примерно 10-20, наверное. И, в общем, благодаря вот этой игровой механице, называемый поведенческий импульс, получается, что завлекает ровную афициенту. Ну, и вы знаете много... Я плачу последствий, благодаря тому, что люди подхаживают на сети. В общем, странно, да, что у меня... Такое, чем, да. Благословенная продуктивность. В общем, имеется в виду, что... любые усилия пользуются, как человек награжает. Правда, игру кто знает самую верхнюю? Факт, ну, все верно. То есть тоже игра абсолютно простая. Но можно было бы сделать проще, если бы нужно просто было собирать эти желтые шарики. А еще приходится убегать от какого. Тем самым, на ужасном, это сложно. В общем, весь цепь собрать все эти маленькие желтые шарики, не попасть на врага. И все. Ну, то есть, сейчас подумайте, что такую игру можно было раньше допустить, а она была услышана, и она услышана по сей день. То есть кажется, совсем не разумно. Но вот эта игровая механика позволяет завлекать пользователей. Или вот картинка справа, которая помниже, кто знает. В общем, здесь цель прокачать свой персонаж. Что-то делаете, где-то что-то забираете, где-то что-то покупаете, и прокачивает активы. Это отличный момент до степени. А вот слева скриншот, который уже слева, кто знает. Это уже сложение. В общем, есть такой сайт, который, я думаю, большинство уже было. Это CoverCover. В общем, это рейтинг карт. Это рейтинг пользователей, за который, наверное, этот рейтинг, на самом деле, наверное, самое ценное для активных пользователей. Здесь видно рейтинг пользователей в зависимости от его активности. Что он публикует, как он комментирует, как он себя ведет. И вот ради этого рейтинга многие пользователи, в принципе, и создают активность на Hub & Hub. Там идет дальше, так называемый, серый рынок. Если вы видите высоко в рейтинге, где вам прийти заказать публикацию, смотрят на твои темы, которые ты пишешь. В общем, это такая сайт-биржа, свой мир. Здесь именно есть вознаграждение за усилий. Это большой экспорт. Теория Каскадной подачи информации. Смотрите, в общем, очень логично рассказать сразу пользователю все. То есть берешь все, рассказываешь, и никто никому ничего не должен, пользователь рад, и ты рад вот как-то. Но некоторым продуктам выгодно, чтобы пользователь приходил каждый день, употреблял понемногу, но тем самым становился его применим пользователем. Смотрите, справа. На самом деле, во всем мире она очень популярная система. Здесь такая важность в том, которая обучает английскому языку и многим языкам во всем мире. Одна из самых популярных программ. И они сделали недавно приложение, называется Fitbrain. На самом деле, в России тоже такие приложения есть. Видеоум или... На самом деле, великое множество во всем мире. В общем, смотрите, в чем суть. Сюда приходят пользователи и играют в отличные логические упражнения. Тем самым они тренируют память, открывают, не знаю, математическую логику, в целом логику. Ну, в общем, некоторые качества. И само приложение не дает, и им, конечно же, все выучить за раз. Они дают маленькими дозированными постами. Для того, чтобы пользователи приходили на следующий день и продолжали тренироваться. Есть, конечно, такие люди, которые пытаются тренировать свою память, умы, логику, все сегодня. Но дают мне какой-то платить. Пользователи готовы платить. Это довольно странно. Потому что, вроде бы, лучше довериться профессионалам. И мы будем пытаться лучше. Все сегодня. В общем, большие модели и востребованы с точки зрения вашего клиента. Событие – это уже некая комбинация игровых механик, когда нужно сделать некоторое количество действий, чтобы получить одну единственную цель. Непонятную. Слева пример. Цель – когда ты получаешь просто развлечение, какое-то удовольствие, а справа ты получаешь 250 мг. Вы знаете, какой-то скриншот. Именно оба. Смотрите, слева скриншот приложения Force Land. Слева. Теперь кто-то знает, кто-то. А справа – дропов. В общем, слева мы это делаем ради развлечения. Когда мы ходим по различным типам заведений, по различным городам, отличаемся в разных чертах, мы получаем маленькие бейджики и иконки. На самом деле, по большому счету, мы их никому не показываем, никто их не видит. У меня огромное количество бейджиков. Например, меня никто не видел, никто меня не кладил на них. Не знаю. Девушки со мной знакомятся после этого никогда. Но я зачем-то собирал бейджики, я радовался и десиделся, и везде кладил сфином. Потом мы вообще приложение поломали и не знаете, что это делать. Но мне нравилось это делать, потому что я получал удовольствие от того, что я шагом-шагом выполняю что-то, и у меня получается быстро вынимание же виртуальной игре в подарок. А справа – система хранения файлов в интернете называется «Дропов». Самое ценное в этом сервисе – это объем информации, который у тебя есть. Для того, чтобы получить 250 ГБ дополнительного места, тебе нужно проделать определенный цепь событий. Пригласить людей, установить на мобильный телефон приложение, закачать какой-то файл. В общем, главное – это все выйдет. И тебе нравится, и ты беседишься, и ты видишь конкретную цель, и чего тебе это нужно. А сервис Dropbox, на самом деле, для них, вот этот функционал, который вы видите на хриншоте, явился основополагающим для становления бизнеса. Сейчас это компания с аналогиарной оценкой, один из самых, не один из самых, а самый популярный сервис управления файлов в интернете. И все, что вы видите, придет после него и все следует за ним. Совместное исследование. Я думаю, наверное, все играют в игрушки, как выйти из комнаты. Они есть разные. Инкарнации, вещи уже даже в оффлайне, которые мы ходим, они называются проектами или другими. Я ходил несколько таких, штук пять, наверное, хотя они не являются фанатом игровой механики, в целом, экшн. В общем, совместное исследование – это, когда группа людей что-то делает вместе. Когда они объединяют все свои знания и используют их для сегодня какой-то своей цель. В целом, работают очень круто, потому что, сами знаете, наверное, сколько у вас этих людей в вашем городе, сколько по всей России. А игрушки эти были самые популярные. Когда я работал на своем развлекательном сайте, если мы опубликовали такую игрушку, у нас появилось количество комментариев и люди друг другом, где ее десекают. Где достать ключик, где достать какой-то подкаст, где достать записку. И, в общем, сыграло дикую кучу. И мы хотели все сложнее и сложнее комнату, но за это время сыграло больше и прокачивалось. В общем, не было сложных игр, они разгадывали все моментально, за них другими было довольно обидно. Справа скриншот – кто знает? Есть такой сайт, который называется Депозорик. Есть еще другой сайт, называется Деркерон. Деркерон существует уже более 10 лет, там различные пользователи взялись с ссылками. Ссылки, как правило, познавательные и интересные. И, наверное, это все время был одним из самых крупных социальных проектов. Те пользователи, которые считали, что там плохо, и приколали разные, там, ссылки, не знаю, недопустимые. Немножки, юмор, эго, эго. Я просто не понимаю. В общем, их флотировали и отправляли в Депозоре. Но ирония оказалась в том, что их флотографировали, должна быть очень коодинным видом. Депозоре стал популярным. Но в Депозоре никак не попасть на дабы, а не того, как нарушить правила на Депозоре. То есть, если об этом знал, начать нарушать правила на Депозоре. Но на что Депозоре решил, что такая грамена получилась, в общем, это правило на Депозоре осталось. В Депозоре можно было попасть дальше, по приглашению тех, кто жил в Депозоре. Чтобы у тех, кто жил в Депозоре появился, нужно было сделать очень крутую тему, которая должна была понравиться всем в Депозоре. Слышите, какая механика? То есть, такой механики, на самом деле, в России, наверное, еще никто больше не сделал. И, ну, то есть, понравиться огромному количеству неординарных личностей, так это назовем, очень сложно. Но были такие люди, которые, в общем, получали золотые публикации, так называемые, приглашали к Депозоре. Это Депозоре ростом много-много лет. В какой-то период премии там, наверное, было, тысяча-пятнадцать позже. Это было самое сильное сообщество. Ну, то есть, например, расскажу, что они делали. Мэйвру всем известный проводил конкурс Мисс Мэйвру. Эти ребята решили, что должна победить какая-то полная девушка. Ими очень красивые. И она победила. Администрация Мэйвру убрала эту девушку с первого места, это так, девушка начала жаловаться. А Мэйвру не может объяснить, что эти девушки полные, и не могла победить у нас. В общем, они устроили специальный конкурс Лепрозориума. Назвали ее Мисс Лепрозориум. Лепрозорий выслал ей приглашение, она пришла на этот сервис, стала у них билдой. Но, я сейчас точно не помню, она говорила, вы все идиоты, а я на самом деле красивая. И, в общем, я не понимаю, почему она здесь смеется. В общем, сила этого сообщества была огромная. Но здесь, вообще, для чего я этот шок привел, каждую неделю у них проходят выборы. Слева написано, кто президент. Президент, они называют «Грузей не настоящей». Каждую неделю они проводят выборы, и вот все пользователи Лепрозори голосуют за нового президента. Новый президент имеет право блокировать пользователей, устраивать все эти новое правило, назначать министров, которые помогают ему модерировать. В общем, свой мир. Политическая программа у них происходит каждую среду с нуля до четверга. В общем, только в этот день можно выдавать различные агит-плакаты, агит-картинки, агит-программы. В общем, целый мир. И почему я все это рассказываю? Что в этом самое настоящее социальное сообщество. Такой мир в мире. Нельзя назвать или сказать то же самое про «Ноклассников» или «ВКонтакте», или про любую другую социальную сеть. Обратный отсчет. Смотрите, эту игровую механику знаете все, наверное, с появлением купонных сервисов. На картинке, в общем, это не ирония, это не шутка, это самый настоящий вендинг, который спустя время начал преобразовываться. То есть какая-то дикая агитация для того, чтобы купили перила поручни ограждений из нержавеющей стали. И самое главное напугать пользователя, что только здесь и сейчас он может купить по этой цене в ближайшие несколько часов эту вещь. В общем, мы искусственно говорим, мы искусственно заявляем о дефиците товара, мотивируем пользователя быстрее купить товар, объясняем и говорим, обещаем, что здесь есть огромная скидка. На самом деле ничего этого может не быть. Максимум, что когда предоставляется настоящая скидка, это из того, что изучали пользователи в интернете. Сначала цена завышается, а потом во время таких акций она занижается. То же самое происходит с новогодними скидками, то же происходит с черными датницами, так называемыми. То же самое было в купонных сервисах. Здесь, конечно, нормальная история, когда скидка идет на услугу, но в общем, в целом это механика обратного отчета ради создания ажиотажа среди пользователей. Как вы понимаете, это все работает. Препятствия. Предыдущая механика была про то, что пользователи рассказали те препятствия, которые могут появиться после достижения какого-то времени. Эта механика еще жестче, она просто говорит, что вот у тебя беда, и все, и как бы никак до этого избавиться от этого не можешь. Самая понятная вещь, это там, я не знаю, я уже понял, что про игры мне не стоило здесь шутить и приводить в пример. В общем, есть такая вещь, называется мана. С помощью нее ты можешь запускать какие-то заклинания. Но это заканчивается каждый день или какой-то древний. То есть, если ты ничего с этим поделать не можешь, ты должен прийти на следующий день вновь с дополненной энергией. Я пользуюсь этим сервисом, вот внизу вы видите, варианты подписки. То есть, я пользуюсь одним сервисом, где смотрю сериалы на английском языке. По докладной модели, по которой может каждый зарегистрироваться прийти, он смотрит, если я не ошибаюсь, один сериал в день. То есть, одну серию в день даже. И он не может пользоваться различными услугами, услугами типа. Возможность скачивать видео и субтитры. Возможность неограниченного просмотра сериалов. Возможность включения этих сериалов. Ну, выводить на экраны на различные. Ну и неограниченное количество переводов. В общем, за какие-то ограничения в явном виде мне говорят, ты должен заплатить. Это твои препятствия. Тот пример, который я приводил с игру, тогда просто не просили раньше денег. Тогда просто говорят, я закидать, не хватает, как мне мама, и ты ходи завтра. И все. Здесь уже начинают развивать технологии. Говорят, просто заплати, и ты получишь все, что хочешь, и даже всего будет больше. В общем, понятная механика. Ну, на самом деле, большинство запускаемых сервисов в интернете работает по этой модели. Дальность. Вообще, крутая, понятная штука. Вверху есть пример, рассказывается про то, что большинство айфонов покупаются потому, что у них есть друзья у этих людей, которые первым покупают айфоны. В общем, звучит как-то тоже слишком банально и просто. но двигатель. Продажа айфонов является завис. Когда вы видите у друзей новую модель айфона, вы хотите такую же. Слева пример приведен, если не ошибаюсь, с приншотой 7С. Вы строите свой город, но в него есть панель, где вы видите своих друзей. И вы видите, сколько у друзей денег. Кликнув на каждого этих друзей, вы можете посмотреть, что у них за город, и тем самым вы завидуете ему. Но завидуете в целом не так сказать, что плохо, потому что в целом в 7С вы не можете громить, если я не ошибаюсь, города соседей. Вы просто пытаетесь разумиться, или радуетесь, обсуждаетесь, как он растет. Ну, что-то подглядываете, какие-то вещи, и пытаетесь себя реализовать. Но в целом это не враждебно. Это не более враждебные игры и примеры. Но здесь оно прийти. Справа – приложение, про которое я уже рассказывал, «Отвесок». В одно время зала публиковал ссылку для друзей в Facebook, и они начали тоже. Тоже, у кого есть эти юрисы, принимать приглашение, и мы теперь каждый день видим активность другого. «Отвесок». Право от иконок есть много для комментариев. Там нужно позоравствовать другу, что мы регулярно не делаем, тем самым мотивируем друг друга. Тоже довольно прозрачный, банальный, и, против взрослые дядьки, но все эти люди видят, и радуются этому. Тем более с пользой для, так скажем, здоровья. про эту механику мы говорили примерно, то есть их было нескольких когда пользователь получает вознаграждение с фиксированным интервалом времени, то есть сервис или игрант сразу знает, что пользователь должен приходить часто, пусть не задерживаться надолго, но оставаться с ними на общему количеству времени на третийный период. Банальный пример, когда у вас в различных играх выиграетесь каждый день по 100 монеток. Пользует ключ уходит, тратит их буквально в 5 минут и уходит. И так каждый день. Более глобальный пример, который всем нам понятен сейчас на рынке, это сериал. Мы все знаем, когда выходит новая серия какого-то конкретного сериала. И все движим по телевизору там. Я двигаю каждый четверг, не к телевизору, а вообще строительного эпизода новых сериалов. Потому что передумали создатели сериала, что они выпускают новую серию в четверг. И, насколько вы знаете, сериалы сильно популярны, чем какие-то фиши. Дешевле по продакшену, но по охвату аудитории, по продолжительности своего существования они сильно дольше, наверное, прибыли все-таки. В общем, такая механика, когда вы выдеваете внимание пользователя ненадолго в плане краткометражного внимания, но на подложительный промежуток времени, на год и на 50 лет в некоторых случаях. График поднаграждения за фиксированное количество действий. Слева скриншот, наверное, все знают, или нет? Фрингуаляо. Хаймур должен был приезжать и рассказывать, наверное, хаймур. В общем, мы видим какой-то индикатор каких-то комментов, которые мне нужно набрать, непонятно для чего, для перехода на следующий уровень. Но я зачем-то это каждый раз делаю, хотя я не понимаю, что я получу, потому что мне хочется трифру 24, мне хочется трифру 25. Оно, на самом деле, ничего не зависит. И в Linguаляо я, к тому же, платный у меня аккаунт. То есть мне не нужно собирать никакие фрикадельки, чтобы получить полный доступ ко всех функций. Но все равно у меня есть эта шкала, с которой я обращаю на нее внимание, все равно я гонюсь за ее увеличением. Я не знаю, что мне нужно сделать, чтобы увеличить и достичь определенной кризиса. В общем, какая-то непонятная гонка, но она работает. В Linguаляо при регистрации все очень массивно, с разных сторон рассказывает про этипоинт, про различные фрикадельки. В других интернет-проектах это тоже целая тема целого направления отдельная. У каждого интернет-проекта есть какие-то показатели, которые пользователь должен достичь, чтобы он стал активным пользователем. То есть тоже звучит немного сложно, но это проверенные механики, это аналитика, это целая наука, в общем. Смотрите, вот есть проект прав, неважно какой проект. Они знают, что для того, чтобы им привлечь пользователя, сделать активным, им нужно сделать следующее действие. Я на самом деле писал, я не вижу это писал. В общем, нужно сделать три конкретных действия, чтобы пользоваться стал активным. Они не скрывают это, обычно все их скрывают. Ну, то есть не говорят, ты должен пойти туда, сделать блог, я должен сюда пойти, сделать это. Они просто блог взяли и написали. Но только пользователю ничего не остается. Это вообще гениально на самом деле, почему это никто не делает, я не знаю. Они говорят, что так можно написать. Ты должен заплатить деньги, ты должен идти туда с этого пункта, и тогда все будет круто. Они этого не делают. Они пытаются извлекать, извлекать, извлекать. А эти ребята, которым блог, должны привезти в предыдущие, должны создать проект, должны создать сообщение, и все будет круто. А они, на самом деле, после этого станут активными пользователями. Это называется показатели увлеченностей, и они исследуются целыми направлениями, которые называются другая, как показатели роста. Показатели роста проекта. У каждого проекта в интернете должен быть такой показатель увлеченности. Всегда я разговариваю с новыми стартапами, я говорю, что нужно сделать на вашем проекте, чтобы стать активным пользователем. Никто на этот вопрос почти не отвечает. Потому что, не знаю, это аналитика, наверное, сложно для решения. Хотя это неправильно. Бесплатный ланч. Все любят халяву, в общем. Все любят инвайты. Смотрите, слева скриншот другого сериального проекта, где также зафиксировался по инвайту. В общем, он является как будто бы суперсекретным. И на самом деле еще при этом платным. Для того, чтобы мне не платить, мне нужно приглашать друзей. Друзья платят, и они платят за себя, если меня получается. Хотя они об этом не знают, и они платят не больше. В общем, я раздаю вот этот вот непонятный код. Друзья приходят, регистрируются. Они довольны, что они получили доступ в секретную зону, в секретном сервисе, но на котором нельзя даже секрет, чтобы заниматься. При этом платят за него. Я радуюсь, что я привел друзей. Они рады. В общем, один из тех кругом, тем счастье и летение. Довольно все складно и понятно. Правый сервис изучения английских языков называется Skyeng. Абсолютно так. Такая же механика. Я на нем регистрируюсь, занимаюсь английским языком, приглашаю друзей. Даю им два учебных занятия бесплатных. Они дают не платить. Но за это и я получаю два бесплатных занятия. В общем, тоже все рады, все довольны. Тут главное максимальное прозрачие. То есть, если бы друзей заставляли платить или не было какого-то бомба, то я вряд ли приглашал и делился с ними в ссылке. И там и там. В этом случае я вообще никому не говорю, чтобы есть такой сервис, и такой инвайт. Там приходят друзья и спрашивают, есть ли я там. Я куда-то есть, а даю им код. Они рады. Про это сам рассказываю, что... Ну когда спрашивают, я, может, за рентгенцией спектр. Я рассказываю, что в коленку. Я могу дать два бесплатных занятия. В общем, как видите, все. На самом деле это просто игровая механика. Когда в играх дают что-то, как-нибудь афон, там, не знаю, Супер Марио дают гриб. Это крутое было. Назывался бесплатный ланч. А здесь немножко завуалировано, но на самом деле это прям двигатели этих. Интернет-проекты. На этих механиках построены... Их рост построен на самом деле. Вот этот проект, который справа, скорее, он позволяет за инвайк, не позволяет, он предлагает за инвайк различные бонусы. Он предлагает за выполненное количество приглашений, по нему в конкурсе отправиться в Лондон. За какое-то количество приглашений получить 5 тысяч рублей на счет. То есть у них вся бизнес-модель рост построена за счет приглашений. И все, мы сейчас с вами обсуждаем уже 15-ю игровую механику. Они взяли 15-ю и на ней живут. И все остальные предыдущие 14 или там последующие 100. Они не интересны, не нужны. То есть там нужно сфокусировать на какой-то определенной механике. Понятно и вам, понятной аудитории, что вы их не обижаете. Они не обижаются. Они все работают. Не нужно из этого играть без музыкновенной. Как правильно негативить. То есть выкинуть не нужные. Добавить новые варианты. Добавить удобные пользователи. И все вокруг маленькой этой области. Маленькие сервисы. Вообще ничем не предназначено. Я не могу поделиться. Мне нужно скандировать. Козы сложные. Вообще все неудобно. Но я не думаю, что это все работает. Один из самых успешных подпольных сериалов. Они не платят за тетензии. Поэтому так скрывается и спокойно существует. Реакция на события. То есть пользователям нравится эффект, когда они допускают какую-то цепочку. Они начинают что-то делать и ждут какого-то результата сразу. Вот на предыдущих слайдах я отдавал приглашение и не понимал, что происходит. Я говорю, происходит и происходит. Здесь же имеется в виду завязка. Когда я беру инвайт, отдаю его пользователю. Я вижу, у вас пользовался здесь пользователь этим инвайтом или нет. В общем, здесь все наглядно и понятно в развитии предыдущих механиков. Смотрите, скриншот справа. Это один из сервисов, который позволяет внедрить к себе на сайте механику приглашения пользователя. Здесь есть три шага. Первый – вы даете своим друзьям скидку в 10% на данный сервис. Второй этап – вы видите. Получил пользователь приглашение или нет? Два иконка должна загореться светлым цветом. И третий этап – вы тоже получаете скидку в 10%. Вы отправляете инвайты друзьям, смотрите, пригласили они или нет. Вы видите, что они не получили, вы пишите им и спрашиваете. А почему-то не получил. То, что я вам сейчас говорю, это так думает этот сервис. Я бы, например, не бегал, не мучил друзей, не спрашивал, зачем это. Но, видимо, почти все это делают. И поэтому сервис популярен. Все люди спрашивают у друзей, почему ты не перегистрировался, почему ты не перегистрировался. У тебя будет скидка, у меня будет скидка. В общем, рано или поздно, друзья, какие-то не выдерживают и приходят. Таким образом можно набрать 10 рублей и вообще ничего не платить. То есть по 10% каждого пользователя и сервис полностью бесплатен для тебя на протяжении года. Тоже, видите, кнопки примерно по схожей схеме реализованы, как у Skyeng. Пригласить на почту социальные сети несколько штук и отправить на e-mail. То есть все это не воровано друг у друга. Это все выстраивается востребленность аудитории. То есть вы смотрите, какие пользователи больше. На самом деле, меня тоже удивило на предыдущем скриншоте, что там есть, например, Google Plus. Я не думаю, что Google Plus очень много аудитории в России, например. Его и здесь нет, а там он был вообще. Социальные составляющие игр. Это примерно та же механика, о которой мы говорили про выйти из комнаты. Ну смотрите, здесь имеется в виду, что на каждой игровой механики должна быть специальная составляющая. Такая группа в самом начале. Что нужно получать аудиторию, нужно сделать какой-то дружеский коллектив. Пытаться всех развлекать и заставлять общаться друг с другом. Слева и справа это скриншотинг из видео. То есть представьте, люди играют в игры, снимают видео, снимают лучшие какие-то свои видео и снимают худшие люди. Потом идут на YouTube, смотрят эти видео и радуются. Вот у этого канала с этими видео, он там, на самом деле, большая серия, 150 тысяч подписчиков. То есть это какой-то пользователь сыграть в удачный или неудачный момент, в игре какой-то. Я специально говорю, какой-то, но это было на этом что заиграть. В общем, и на этом канале у кого-то одного из авторов этих видео 150 тысяч подписчиков. Это абсолютно точно не самый крутой пример. Это какой-то непонятный мне даже автором. То есть я на нем впервые услышал. Просто мне понравилось, что у него на одном канале такие односторонние подборки. И если вы знаете, есть сейчас такая тенденция, что, например, у геймеров свой YouTube. Ну, то есть им уже не нравится. Им недостаточно того, что они со всякими смешными роликами находятся на YouTube. Они взяли и сделали свой. Уже не первый, уже второй, третий. И он дико популярен. А еще есть такие тенденции, что пользователям нравится смотреть, как играют какие-то известные персонажи. Представляете, тот сидит, играет, может ничего не говорить, просто играет. За ним наблюдают десятки сотен тысяч людей. И это прям дико-дико популярно. Эти люди зарабатывают огромное количество денег на рекламе. Кто-то в это время просто едет. Кто-то в это время шутит. Кто-то в это время, не знаю, просто является самим собой на самом деле. И это дико популярно. Люди любят наблюдать за другими персонажами. Персонажи мнения людей известны. В общем, целый огромный мир. Реальная составляющая здесь. Дико огромная. Вирусная механика. Вроде бы столько сайтов обсуждаем, а здесь самое простое. Название. Смотрите. Вкратце расскажу. Справа скриншоты, на котором написано. Если вы пригласите какого-то своего друга, этот котенок для вас танцует. В общем, дико-дико популярная механика. Значит, что происходит. Я отправлял приглашение другу. Там на самом деле просто дико-дико картинка, где он танцует. Я такие дико-дико видео видел в своей жизни, наверное, тысячи уже. Но ради этого я это сделал. Потому что интересно, что этот котенок как они это сделали. И что я вообще как могу увидеть. Вообще, элементарная простая вещь. Но она работает. И пытались сделать ему что-то подобное. Много чего делать подобного. Но это настолько все просто. И гениально. И все. Эти сервер больше ничего не делает в плане привлечения аудитории. А на самом деле он создает мобильные сайты. Ну то есть кто бы мог подумать, где котики приглашения друзьям на мобильные сайты. А на самом деле полноценный бизнес и такая веселая вирусная механика. Зато все про него знают. Я никогда не пользовался, но я про него всем рассказываю и знаю, что это за сервер. На самом деле у меня все. ВЫВУЕ Рано. ВЫВУЕ